В блеске золотого бархата солнца в первый день осени столица встречает очередной день рождения нашего Узбекистана. 28 лет, даже по человеческим меркам молодая, но полная сила и стремлений страна раскрывается в эти годы по-новому. Масштабами реформ, авторитетом на мировой арене, но главное сильными акцентами социальной политики, где каждый шаг в интересах человека. Этот день не только вселяет силу и уверенность, он заставляет заглядывать далеко вперед, продумывая каждый следующий шаг, каждое усилие, чтобы эффективно воплотились в жизнь пункты той самой стратегии действий 1721, что названо мировым сообществом уникальной. Опланку завтрашних успехов поставил глава государства лично, стремясь, чтобы в каждый дом вошел уют и достаток, чтобы проблем стало меньше, чтобы уровень жизни был достойным трудолюбивого народа. Сегодня в такой особой атмосфере легко представить наше завтра. Уровень высоких стандартов. Об этом многое звучало здесь, во дворце международных форумов, что в этот день принял основные праздничные торжества. Участие в них принял руководитель страны, президент Шавкат Мерзиев. Глава государства поздравил всех с этим самым дорогим сердцу каждого узбекистанца праздником. И отметил, что те успехи, достижения, которые у нас есть сегодня, в них клад каждого узбекистанца. Проводится активная инвестиционная политика, строятся современные предприятия, кардинально реформируется налоговая система, создаются все условия для развития предпринимательства и частной собственности. В приоритете страны было и будет повышение уровня и качества жизни людей, отметил президент. Поддержку государства находят все, кто нуждается. Реформы имеют именно такой вектор. Ведь даже за индустриальными акцентами кроется цель поднять не только экономические показатели, но и условия вокруг для простых людей. Во всех планах первостепенное внимание уделяется интересам молодежи, нашей надежды и будущего. Строятся жилые массивы, инфраструктурные объекты. Реализацию находят программы «Обот-Кшлок» и «Обот-Махаля». Каждая семья – предприниматель и молодежь – наше будущее. Высокие цели, солидные средства, огромные человеческие и технические ресурсы бросаются, чтобы каждый на себе, на своей семье ощутил обновление Узбекистана. Чтобы люди без лишних слов понимали, что такое человеческое достоинство и справедливость. Мы по-другому уже встречаем этот праздник, потому что мы идем в ногу с новшествами, в ногу с реформами. Нашим уважаемым президентам особое внимание, конечно, уделяется молодежи. Потому что всегда, на всех выступлениях он всегда говорит, что молодежь – это главное звено нашего государства. Мы сделаем ставку именно на молодежи, потому что это наше будущее. Опираясь на его слова, мы, вот, дошкольное образование разработало, утвердило дорожную карту по реализации, допустим, охвата педагогическим моментам. Если будут хорошие квалифицированные кадры, то, конечно, будут хорошие, одаренные, творческие дети. И, соответственно, будет хорошая, твердая, вперед смотрящая молодежь. Хочу сказать большие слова благодарности. Для того, что он открывает большие возможности, в первую очередь, для молодежи. Как вдохновение, просто новый глоток для того, чтобы еще больше творить, идти и подниматься еще выше и выше. Планомерно, пошагово реализуются все акценты государственной политики. Уже вода пришла в самые дальние уголки. Созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Инвестиции зарубежные после государственных визитов руководителя насчитываются десятками миллиардов долларов. И большинство из них прямые. Меняется сама жизнь. А на фоне стремительных и сильных преобразований меняется мышление, сознание людей. Отклик находит любое обращение. Сдвиг в сторону эффективности работы происходит во многих сферах. От здравоохранения до судебной, от индустриальной до культуры. И каждую в своей речи президент затронул и результаты озвучил. Национальное возрождение мы понимаем как поднятие на новый уровень условий жизни людей. Усиление и раскрытие потенциала нашей страны, сказал Шавкат Мерзиёев. Мы поставили перед собой такие высокие цели, но понимаем, что сами по себе они не будут достигнуты. Только и только постоянный самоотверженный труд каждого из нас поможет достичь успеха во всех сферах. Руководитель страны призвал каждого не быть в стороне, а участвовать. Мнением, позицией, опытом, работой, кто как может. Ведь речь идёт о судьбе и будущем нашего народа, нашей Родины. За последние годы Узбекистан добился очень многое, которое мы не смогли добиться за последние 30 лет. Это сейчас признаёт весь мир. Самое главное наше достижение, я думаю, это то, что наш народ изменился. Страна открылась. У нас очень большие сейчас цели войти в число развитых стран. И для этого у нас всё есть. Как глава нашего государства отмечает, мы только должны работать и служить в интересах нашего народа. Закон опыщится для народа. Важное направление деятельности парламента – это ощущение эффективного парламентского контроля. Не зря глава государства особый акцент делает именно на этот институт. Я думаю, вместе с президентом наш народ обязательно достигнет поставленной цели. Желаю трудолюбивым, умным узбекским народом в государственном строительстве, в социально-экономическом развитии новых успехов. Что касается наших двухсторонних отношений, я могу сказать, что сейчас переживает самый лучший период его развития. Я вполне уверена, что на пути от национального возрождения к национальному процветанию Узбекистан обязательно достигнет своего цели. А продолжился вечер красочной творческой программы. Уже известны ещё только начинающие исполнители. Создали невероятную атмосферу. Зал заполнился завораживающей магией музыки. В такт биению сотен сердец. И может быть в этих улыбках и кроется то самое возрождение, о котором говорил глава государства. Когда новое дыхание получает реформы. Когда определена чёткая дорожная карта развития. Когда уверенность в завтрашнем дне это не просто слова, а настроение, с которым страна встречает очередной день рождения. День независимости.